Валентина Ефимовна Шульгина ушла на фронт совсем юной и сразу попала под Сталинград. Служила командиром санитарного батальона, где у нее в подчинении было 28 девушек. Всю войну она вместе с подругами вытаскивала раненых с поля боя. Сегодня в ее воспоминаниях Сталинград – город войны и смерти. Раненых-то ведь сколько было, это же ужас. Это же кровопролитные бои. А внизу немцы, наверху наши, наши внизу, наверху немцы. Вот такие шли бои ужасные. Тяжелое было время, очень. Без слез не вспоминали. Всю войну Валентина Ефимовна прошла гвардии старшим лейтенантом санитарной службы. За мужество и героизм дважды награждена орденом Красной Звезды. Один из них получила за то, что лично вытащила из-под обстрела четверых раненых. Судьба распорядилась так, что в самых жестоких боях ей везло оставаться в живых. У меня 20 человек, девочек погибло на Прохоровке. 20 девочек задавили танки, вытаскивали раненых. Задавили. Мы были в другом направлении, они были на Прохоровке. Звод мой разделили пополам, этих пустили сюда с одной дивизии, а нас в другой. У нас там тоже погибли, но там 3-4 человека. Яша, Максим погибли и Жора, 3 человека. Жора был, между прочим, абхазец. Да, фамилию не помните? Не помню сейчас уже, не помню. В воспоминаниях о войне всегда много соратников, бойцов, с которыми воевали бок о бок. Ветеран рассказывает, там все были смелыми. Самых отчаянных она помнит поименно. Хорошо я помню этого Малахова, гвардии лейтенанта. Потом хорошо помню Солженицына. Тоже у нас был какой-то родственник Солженицына. Много было офицеров, очень много было офицеров, очень много было солдат. Никто не считался. Был приказ, шагу нажат никуда. А если побежишь, значит тебя расстреляют. Только и было слышно за Сталина, за Родину. Всех, кстати, можно было свою Родину куда-то отдать. С высоты прожитых лет Валентина Ефимовна рассуждает о сегодняшнем дне. Говорит о невежестве молодежи в вопросах истории Великой Отечественной войны. О недостаточном внимании властей и общества к проблемам ветеранов. Нас уже осталось-то здесь в Абхазии. Гулькин, но столько внимания никакого нет. Если бы мы сами ходим, лежат сколько наших уже больных. Никакой заботы нет. Никакой заботы нет. Мы ничего не знаем. Нас помнят только в День Победы. Ветеран Валентина Ефимовна Шульгина сегодня бодрат духом и слава Богу телом. Каждое утро встает в шесть, кормит любимую собаку, делает зарядку. День складывается, как обычно, в заботах о хозяйстве. В свободное время занимается вязанием, читает книги. У ветерана есть собственные суждения и о современных политических проблемах Абхазии. И делает порой резкие замечания. Что он заявляет, я не буду платить свет, я ветеран войны. А как же я плачу? До тех пор, пока люди не переменят свои взгляды на жизнь, ничего здесь не будет. Мы-то уж доживаем. Я тут еще, может, год-два проскреплю и все. Но здесь остаются люди, вот это молодое поколение. Ветеран вспоминает, когда советские части уже возвращались из Берлина, Сталинград был почти полностью отстроен. Уникальный человек, ветеран отечественной Валентина Ефимовна Шульгина, закончила войну в Порт-Артуре, откуда демобилизовалась в 1954-м. Была Кварча со Срыквагуха, Абаза ТВ.